Субтитры создавал DimaTorzok Скажите, Кулинарска, наперёте не когда-то, как вы взвернулись к довернику с полными парадами, в тым лику и не усим наведывать святого штатного врачаства всего костёлах, да? Те шмотлютно было в поставках? Вообще-то это, врачи, относная, как на эту ситуацию было шмот, было шмот и, видите, не было перегонания особистого заборонять людям приходить, потому что, в эту ситуацию и на передании мы покореживали людей, было дать нам дозвол не приходить, да, когда люди связывают свою отсутность, ну, без правильной отказности, да? Перед Богом мы побережем, что эти отказности не могут, это ситуация, когда христиан дает махшимость, дай мне махшимость выберу, вот, а я осторожность завсюди треба заховать, как мне надуживать Божьей милосердности, или разом с тем, как так само не с другого боку в другую крайность не упадать, не паниковать, скажем, да, как мне попадать в такий страх, вот, все же таки, вера инарна в турина, потому что это родового человека, вера у живого, Бога просыпанного все рода нас, яки, ну, не дозволить с устрякающей зимы на часовой драматник уж какого-то человека, потому, вот, развашливая, а вера ина будет. Зачем, конечно, захочуло до захований с упокоем, до захований с упокоем, потому что в любой ситуации наибольшей не безопасной панико-страха это вельми керзкий даранчик. Вот, и у разважливой такой, с разважливым подходом, можно хоть и побегнуть с неяких непотребных рызиков, вот, с людом, но, вот, мы в этой ситуации чувствуем новый кишек слабый, да, мы интуитивно шукаем такой поддержки, допомоги, и вера ина дает эту допомогу. На эту традицию дважды в год приезжать в костел и поздравлять с основными праздниками ничто не влияет, даже нынешняя непростая ситуация. Прокомментируйте это, пожалуйста. Ну, вы знаете, традицию мы, слава Богу, встречаемся уже не только два раза в год. У нас проходят другие мероприятия, международная конференция, которая проходит уже не первое десятилетие. Ряд других каких-то мероприятий, которые становятся традиционными и с которыми мы сегодня уже, благодаря которому встречаемся вместе с нашим епископом здесь. Ну, а то, что, конечно, какая бы ни была сегодня сложная педагогическая ситуация, это действительно важно было, чтобы власть еще раз пришла и выскала слова благодарности и представителей Аблиско-католической церкви. Ну, и поздравила наших верующих, все-таки немалое количество жителей Витебской области сегодня у нас являются католиками. Ну, а то, что вчера очень много, конечно, пришли в храмы, с одной стороны, мы предупреждаем, просим не приходить, особенно старшее поколение, побудьте дома. Тем более, было сделано все возможное, чтобы можно было дома и их молиться, для этого все были предпосылки. Ну, то, что люди приходят в храм, конечно, много говорит о том, что действительно о том, что вера очень стойкая, и люди через веру надеются, что какие бы у нас сегодня перипетии не были, это все пройдет. Учитывая тем более, что, опять вспоминая Христа, который взошел и ради нас совершил такой подвиг, все вот эти вот наши сегодня перипетии, мне кажется, ну, намного, нельзя сказать, что они мелкие, они сегодня сложные, но все это пройдет, будем жить дальше. Главное, чтобы было действительно, люди верили в настоящее и будущее. Руководство нашей области за те действия, которые были совершены руководством нашей римско-католической церкви и ее главой, Тадеушем Кондруксеевичем и нашим епископом Витебским Олегом Будкевичем, за то, что перед этими большими мероприятиями они обратились к верующим, с просьбой все-таки не выходить и в храмы, побыть дома, помолиться дома для того, чтобы поберечь свое здоровье. Это действительно очень благородно и, мне кажется, все-таки очень правильно в эту сложную патологическую обстановку сделать все возможное, чтобы люди поберегли себя.